В Финляндии решили радикальным образом бороться с игроманией. Там разрабатывают специальный спрей, который блокирует выработку гормона удовольствия. Правда, до конца не ясно, нужно ли вообще игрокам такое лечение. Во многих странах компьютерные игры официально признали видом спорта, занимаясь которым можно даже неплохо заработать. В России это современная субкультура, самая многочисленная, но далеко не единственная. В этом убедился Сергей Сыркин. Это Селестия и Денис. Селестия – властительница мира волшебных пони. Денис – охранник, но куда важнее, что он брони. Это производная от Бро, то есть брат и пони. Неужели это какие-то взрослые ненормальные мужики, которые играют в игрушки? Да нет, конечно, нормальные взрослые мужики, которые любят мультсериал для маленьких девочек. Эта искра вспыхнула, когда я осознала, что вы все мои друзья. Кроме любви к персонажам их объединила идея взаимопонимания и доброго отношения к окружающим, которую пропагандирует мультфильм. Поэтому брони не просто фан-клуб, субкультура – хиппи нового века. Классические субкультуры, как мы говорим, готы, эмо, панки, хиппи, скинхеды и так далее. Вот они в настоящий момент скорее в маргинальной позиции. То есть очень мало кто их упоминал. Исследователи высшей школы экономики три года опрашивали участников современных молодежных объединений и следили за их жизнью. Это кадры внедрения. У нас человек 50 где-то было. Да, одно время помнишь? Дагестанский воркаут и паркур, татарский рэп, западные течения, так и не обзаведясь русскими названиями, все же каким-то естественным образом влились в патриотическое русло. Я птица вольная, я не гонюсь за моды и не вгоняюсь в рамки пешком от слободы до центра по берегам Казанки. Это в конце 80-х и 90-х. Запад копировали подчистую и противопоставляли совку. Спустя почти 20 лет субкультура и протест перестали быть синонимами. Теперь молодые люди дружат не против кого-то, а просто друг с другом, объединившись по интересам. Три самых массовых движения современной России. Геймеры. У них абсолютное лидерство в исследованных городах. Велолюбители на второй позиции. Бронза, удивитесь, у поклонников настольных игр. Черный плащ в пол, ты, вероятно, год. Добавить контрастного розового и челку в пол лица уже эмо. Косуха рокерам и ракезы известна панкам. Так было раньше. В наши дни вопрос идентификации сторонников в толпе больше не стоит. Теперь их проще найти в группе в соцсети. Сделай, пожалуйста, вот такую позу. Немножко руку сюда. Да, вот так вот. Юрий – анимешник, фанат японских комиксов и мультфильмов. В миру – доцент кафедры философии. Но это будни он проводит в костюме университетского служащего. Так на Кавказе живется спокойнее. Но ближе к телу – белый пиджак и красный парик батлера Усерамия. Героя романа «Когда плачут чайки». У нас в стране может быть все-таки немножко отношение такое предвзятое к гик-культуре. Для многих она в новинку, особенно в регионах. Мы стараемся как раз таки пропагандировать и продвигать косплей, продвигать гик-культуру. Никита – администратор одного из крупнейших сообществ в броне. Настя – его соратница. В их группе ВКонтакте около 40 тысяч человек и больше половины – мужчины. Они видят в персонажах себя и начинают им как бы соответствовать. И у них тоже появляется много друзей. Поменяв облик и характер, субкультуры не изменили главной цели – объединять людей. Сергей Сыркин, Николай Булкин, Николь Морозова, Максим Коновалов и Виктор Бабенко. Телекомпания НТВ. Москва, Санкт-Петербург, Пятигорск.